На Донецкой железной дороге реконструкция идет полным ходом. Сергей работает на бульдозере. Этот участок его бригада расчищает от травы камней. Чтобы в дальнейшем территорию благоустроить, нужно снять метр земли. В очередной раз ковш бульдозера зачерпнул грунт, а вместе с ним и останки людей. Сдавая назад, обнаружил, увидел белые, ну, останки таких черепов. Ну и остановился крепер, сообщил, что обнаружено черепа. Позвонили прорабу, который сообщил уже по вышестоящим организациям. Пришли люди и начали раскопки. Раскопками занимались правоохранители из линейного отдела железной дороги. Останки человеческих скелетов и черепа передали криминалистам и судмедэкспертам. Милиции говорят, версию с кладбищем отбросили сразу. Скелеты были сложены аккуратно, штабелями. Так выглядят именно братские могилы. С этого места изъято три черепа, значит, где-то 75 фрагментов черепов, так как они были нецелостные. А также другие части человеческих скелетов. Захоронения по всему, видимо, давние, возможно, времен войны, Второй войны. Историки подтверждают, захоронению действительно около 70 лет. Братская могила появилась здесь в конце августа, в начале сентября 1943 года. Но чтобы определить, чьи это останки, экспертам понадобится несколько месяцев. Предварительно рассказали, это могут быть солдаты советской армии, так и немецкой, итальянской и польской. Возможно, здесь похоронено и мирное население. Тут были бомбежки, где очень достаточно сильные, потому что шли заключительные бои наших войск. И тут могли находиться кто, тут даже могли находиться какие-то раненые в полевых госпиталях. После окончания боевых действий, в сентябрь, скорее всего, были так называемые распоряжения военного команды, зачистка территории. Что это за зачистка? То есть собирали убитых и хранили их в обычных братских больших могилах. Если окажется, что это захоронение солдат иностранной армии, останки будут перенаправлены за границу, говорит Анатолий Дермайнер, если советские, их перезахоронят в Красном Лимане у памятного воинского мемориала. Злата Байрачна, Евгений Красюков, Панорама.